В акции «Лес Победы» по всему региону приняли участие около 100 тысяч человек. Они пришли в парки и скверы, чтобы высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что акция проводится совсем недавно, она уже стала для жителей Подмосковья традиционной и значимой. Глава района Андрей Иванов вместе со своей командой приехал в поселок Новый Городок, и это место было выбрано не случайно. Сегодня мы приехали в Новый Городок вместе со своей командой, я здесь с заместителями, потому что посчитали, что именно в этом бывшем военном городке, который мы получили только в прошлом году, нужны рабочие руки, нужны деревья, которые мы сегодня высадили. И у нас получилось из 20 елей аллея, посвященная как раз Великой Отечественной войне, такая аллея славы, доблести. Я надеюсь, все деревья приживутся. Аллея в Новом Городке – это 20 молодых елей. Они были высажены вдоль Комсомольского парка в центре поселка. В закладке аллеи принял участие ветеран Великой Отечественной Николай Белецкий, которому в ноябре прошлого года исполнилось 90 лет. В годы войны он служил в Первом запасном авиационном полку, где вместе со служивцами готовил самолеты к боевым вылетам. Как вам акция? Хорошая? Красивая, хорошая. Акция у нас молодая, нужная и хорошая. Мне нравится в этом году бессмертный полк. За мечтами. В прошлый раз ходили, и в этот раз пойдем. И понесу портрет своей жены. Настроение у всех участников акции в этот день было поистине праздничное. Кто славно потрудился, мог повесить на посаженное дерево георгиевскую ленточку и сделать памятное фото. Ну а после всех участников ждала полевая кухня. Помимо нового городка в этот день саженцы и сеянцы высаживали в 32 точках муниципалитета, в том числе на территории Хлюпинского лесничества и Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Участниками экологической акции стали общественники, молодые семьи с детьми, студенты, ветераны. Субтитры создавал DimaTorzok